Ну, здесь спрашивают, вопрос хороший, в принципе, думаю, сейчас очень многие людей, которые занимаются магией, все очень доступно, и попадают, и человек сам попадает под воздействие и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, единственное, что радует, да, многие вещи доступны, но те, кто делает это доступно, они сам мало понимают то, что они, о чем они пишут. И, естественно, даже прочитав книжку, большинство людей, даже если, только если у человека, который есть от природы большой дар, он может что-то сделать, а если этого дара нет, читая, не читая книжку, ничего не будет. Потому что только если на уровне генетики уже заложены определенный природный талант, тогда действительно человек, прочитав определенные заклинания и так далее, и так далее, будет воздействовать на других людей. Ну, опять-таки, опять-таки, многие заклинания, которые составлялись не сейчас, а раньше, и даже на русском языке слова звучали несколько по-другому, и приостановка слов, которые часто делают при переводах, подгонять под современный язык понятия, полностью гробится, ну, на 90% гробится реальная возможность тех же самых заклинаний. Ну, это хорошо. И еще хорошо то, что все эти заклинания, они очень примитивны, и, к сожалению, нашими предками были созданы когда? Знаете, когда были созданы? После катастрофы 13 тысяч лет назад, когда все, кто выжили, волей-неволей оказались на уровне каменного века. Ну, представьте себе, вот сейчас всего решить, если уничтожить все электростанции, ТД и ТП, заводы, фабрики и так далее, запасов, которые есть, хватит, наверное, очень долго, правильно? Потом все придет, возносится и придет, как на обитаемом острове человек окажется. То же самое. И тогда человек вынужден будет опять брать тот же самый лук, делать копье и так далее, чтобы добыть себе пищу и тому подобное. Вот такое произошло после катастрофы 13 тысячи лет назад, когда осколки фаты упали на землю. Так вот, в то время, естественно, сохранились те, кто были носителями знаний. Но для того, чтобы человека, так сказать, довести до уровня определенного, требовалось десятилетия, чтобы он развивался, формировался и достиг уровня понимания. Во-первых, далеко не каждый достигнет этого. И второе, времени нужно много. А третье, что нужно все, как говорится, уже вчера нужно было, чтобы люди такие были. Поэтому придумали, те, кто понимал, знал, придумали, что вот они приедут, какую-то веселье поселение наших предков, просто тестировать людей и выявлять из них тех, кто имеет природные задатки, больше или меньше природные задатки. Но природные задатки – это только задатки, не более того. Для того, чтобы они стали творцами, то есть вышли на умовлетворение, это у каждого можно занять какого-то 50 лет, какого-то 40, какого-то 10 лет, но это у каждого свое. И естественно, что им невозможно было это пройти, потому что не было ситуации, так было другая. И что придумали? Вот у кого есть такие задатки, просто им нужно просто запомнить определенные словосчитания, которые даже часто смысла не имели, потому что важно было не смысл, а каждое слово влияло на процессы, так или иначе. И вот составляли заклинания, и человек, имеющий задатки, эти заклинания произносил, входя в состояние транса, произносил эти слова, и они оказывали действие. И человек совершенно не понимал, что и как происходит, он только видел результат действия, что стоит произойти такое заклинание, получится такой эффект. Так вот, опять-таки, эффект получится только тогда, когда у человека от природы есть телены задатки. Если задаток нет, читай, не читай, тысячи раз, миллион раз ничего не будет. Но, когда нет понимания, то это слепая работа, и даже при том, что если кто-то с задатками начнет такие заклинания читать, если правильное заклинание, то, как говорится, хорошо то, что много вреда не нанесет, потому что без понимания это очень опасно, и для того, кто это делает, и для всех остальных. А, так сказать, правильное развитие, это когда действительно идет через понимание, когда развивается человек через понимание, он понимает, что происходит, как происходит, и тогда он здесь сознательно, и не делает ошибок, и не делает, как говорится, роковых ошибок, которые могут произойти, если человек просто скажет какое заклинание, не понимает, к чему оно приведет. Поэтому, вот мне приходилось наблюдать вот такие явления, когда один мой знакомый, писатель Сергеев, его научили заклинанию хождение в состоянии скалы, ну, я демонстрировал на семинаре, это если кто помнит, только по-другому, потому что я не запоминал слова, но он начал произносить слова, заклинание, и он говорит, вы знаете, вот когда я ворхожу в состоянии, моя грудь превращается как барабанок, стучишь пока по бочке, и боли, ничего не чувствуешь. И так далее, и так далее. Но пока он произносил слова, я просто наблюдал, какие потоки идут через него, то есть, чтобы его вести в это состояние. Потом я это снял у него элементарно, потому что я уже знал, как было сделано, без воли, достаточно было мне коснуться, чтобы снять с него все состояния. И потом уже, вот когда был у меня семинар, вот, мои семинары в марте 9-го года были, 10-го года был, вот, тогда я это показывал, что уже, ребят, просто настройтесь, вот раз ввел, раз ввел, раз ввел, вы же без слов, запомните состояние, и потом вы сами можете, вот это ввел, запомнил ощущение, ага, вывел, запомнишь, вывел, да, запомнил. И потом многие ребята, которые были с задатками, между прочим, не любого это можно вести, а именно имеющие предложение к этому, выходили на сцену, когда, так сказать, они, вот, запомнил состояние, опять, без понимания, что происходит, но уже слов не нужно было, они вводили себя в состояние скалы, и выводили легко. И действительно, введя состояние скалы, удары, и даже оружием, по нему бы ничего не сделали бы. Так что, вот, ну, самое важное, это тоже лучше, конечно, на ощущение такое восприятие, но все равно правильно было, чтобы было понимание, как, что происходит при том, когда возникает состояние. Вот когда человек понимает это, тогда он становится творцом, то есть он творит, он управляет процессом, а не просто исполняет что-то. Следующий вопрос. Так что, вот, 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 Продолжение следует...